Привет всем выжившим! Ну что, Новый год наступил в Stay Out, и мы можем отправиться в новую локацию, которую для нас подготовили разработчики. Для этого всё, что нам нужно, поговорить в деревне Гурмана, что для меня, наверное, самое удобное, либо на радиовышке, либо возле ДК Любича. Ну, или в посёлке Радиус, чтобы отправиться в город Энн. В целом, город довольно интересный, видно, что разработчики над ним потрудились, да и сама квестовая цепочка сделана довольно интересно. По поводу деревни Гурмана, если кто не понял, это место находится рядом с лазаретом, прямо там, где игроки обычно могут создавать свой клан. Сама же квестовая цепочка довольно простая, хотя, естественно, всё немножко усложняется тем, что игроков уже довольно много. И, конечно, на всех не хватает монстров, на всех не хватает каких-то объектов, поэтому все друг друга матерят, хотят убить, станет постоянно снежком. В общем, вам будет весело или нет. И, конечно, это только наша и наша проблема, потому что администрация обычно ничего не предпринимает по отношению к таким игрокам, которые матерятся в личку, либо в общем чате. Они обычно говорят что-то вроде Ну, вы можете заблокировать этого пользователя, чтобы не видеть его сообщения. С уважением, администрация. Пока. По крайней мере, именно это мне ответила администрация, когда я им предоставил скриншоты того, как меня обматерил игрок в личку, причём, ну, серьёзно так обматерил. Но не будем о грустном, потому что к нам пришёл Дедушка Мороз, и он принёс свои подарочки. И он принёс довольно много подарков, но самое интересное мне показалось премиум на 14 дней. Учитывая, что у нас были изменения в плане према, а именно теперь премиальная подписка у нас увеличивает получение очков торговли за выполнение заданий на 20 или 40% в зависимости от срока действия премиума. Что, в принципе, довольно неплохо. Так что, если вы не хотите всё это делать, собирать, грызться с другими игроками, как-то соревноваться за какие-то непонятные коробки, вы можете просто бежать вверх, забрать свой подарок у Деда Мороза и, по сути, забыть об этом всём. Вообще, на самом деле, изменений очень много, поэтому советую всем посмотреть список изменений. Были переработаны механики нанесения урона у разных патронов, некоторые стали даже немножко замедлять противников при попадании по ним, ну и, конечно же, добавили кобуру при экипированном пистолете. Я лично давно ждал этого. Возможно, некоторым понравится, что также траву больше нельзя полностью отключить, что, в принципе, вполне себе разумно. Добавлены новые анимации смерти и улучшены визуальные эффекты при высоких настройках графики. Так что, если вы давно забросили игру, возможно, настал именно тот момент, когда можно вернуться, посмотреть, что они изменили и, пожалуй, оставить свои комментарии, как вам вообще это всё. Ну, на этом, пожалуй, давайте будем заканчивать. Обязательно пишите в свои комментарии, как вам вообще эти изменения, какие вы вообще ждёте в этой игре или вы вообще ничего не ждёте. Ну, а на этом всё. Всем пока-пока и до скорого!